Радио 54 Не перестаю говорить, как я люблю нашу работу, за то, что приходят к нам в гости вот такие вот люди в том числе. Виал-начелист Ян Максин у нас сегодня в гостях и перкуссионист Виктор Горогуля. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ян, расскажите нам, гастроли у вас по России сейчас большие, масштабные, где уже были, куда дальше, и вообще откуда, самое-то главное, мы не сказали, между прочим, Ян приехал к нам из Америки. Все верно? Да, именно так. С корабля на бал, фактически, вот буквально и к вам только что спустился, сошел с поезда. Прилетел я несколько дней назад, в тот же вечер дал первый концерт в Перми. Там было их два, потому что первый, на первом был аншлаг, они добавили дополнительный, и второй тоже был распродан, два вечера отыграли в Перми. Потом я поехал в Екатеринбург, там вышли... Там три вечера, потом еще четыре. Нет, там была большая площадка, там была площадка на open air на пять тысяч человек, но там было несколько, это был международный джазовый фестиваль, и для меня было огромной честью выступить с хедлайнерами с самых разных точек земного шара. Самая большая честь была то, что там выступал армянский квартет Ван. Для меня я их большим фанатом являюсь уже много-много лет, и вот мне удалось... Вы играете джаз и классику, разные, да, жанры музыки? Да, самые разные. Вот вся та музыка, которая мне нравится, которая затрагивает мои душевные струны, я ее исполняю. То есть, конечно же, я начинал как классический музыкант, я закончил школу-десятилетку при консерватории в Ленинграде, в Петербурге. Потом так случилось, что я уехал в Америку, и последнюю четверть века работаю оттуда. Но для меня, скажем, блюз и джаз – это музыка, которая следовала за мной с раннего детства. Несмотря на то, что я никогда не играл ее на виолончели, я играл параллельно на гитаре, я играл блюз. У меня был свой ансамбль, когда мне было там 14-15-16 лет. Мы играли каверы Гребенчукова, Пи-Пи Кинга, Эрика Клашера. Ну, можно виолончели перевернуть, и вот, пожалуйста, все, гитара. Ну да, так и получается. Но в какой-то момент я решил вот эти все, весь тот музыкальный багаж, который меня сопровождал всю жизнь, я решил это именно воплотить в лице виолончели. Давайте воплотим это уже сейчас в студии, что-нибудь из тех жанров, которые вы любите. Ну, давайте мы вам исполним своим замечательным новосибирским коллегой Виктором Горогулей, мы вам исполним македонскую народную песню под названием «Йован и Йованки». Македонский язык, он очень схож с болгарским, то есть это славянский язык, и многие слова вы узнаете, такие как горы, души, сердце. То есть вы еще и петь будете, играть и петь. Обязательно, а как же. Круто. И я вообще пою на данный момент на 16 языках. Виолончели это так, да? Вообще-то я пою. Ну, это все происходит параллельно, на самом деле. Оно как бы одно с другим связано, его отделить трудно. По идее виолончели это тоже как бы продолжение человеческого голоса для меня, по крайней мере. То есть голос и виолончели это как два голоса вместе получается. Ну и вот, македонская народная песня. Какие-то слова узнаете, а если не узнаете, то догадаетесь по смыслу. Все остальное песня про прекрасную девушку, ждущую своего воздревления. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вслед, ведь я змея И я сохраняю покой Сядь ко мне ближе, ты Узнаешь, кто я твой Иногда я гоню их прочь Иногда я хочу им петь Иногда мне хочется спрятаться в угол Затихнуть и уметь, но я змея И я сохраняю покой Сядь ко мне ближе, ты Узнаешь, кто я такой Ты улыбаешься, должно быть, ты ждешь ответа Дай мне руки, я покажу тебе, как живое дерево Станет беплом я змея И я сохраняю покой Смотри на свои ладони теперь Ты знаешь, кто я такой Это Ян Максин и Виктор Горогуля Вот кто они такие Ян, пишите сами музыку Да, конечно, разумеется Какая она? Это куиндесценция или, скажем так, весь мой музыкальный опыт Который я собираю, скажем так, с разных точек земного шара Поскольку у меня есть такая очень счастливая возможность ездить фактически по всему миру И делиться своей музыкой с людьми И заряжаться взамен энергией, которую я получаю от слушателей А также энергии музыкальной от сотрудничества с местными музыкантами Которые играют народную этническую музыку или джаз или классическую музыку, все что угодно И вот этот музыкальный опыт я стараюсь воплотить именно в своей музыке И как-то собрать это во что-то новое А можете что-то исполнить из своего? Хороший вопрос Давайте Я, в принципе, не планировал, но давайте действительно что-нибудь Если возможно, да, какой-то фрагмент Сейчас сделаем Композиция называется Pensando en ti Я ее решил назвать по-испански Потому что это, в принципе, посвящение великому аргентинскому музыканту и композитору Астеру Пицоль Большим фанатом которого я уже являюсь много лет И я решил написать что-то вот такое тоже в духе аргентинского танго Это Pensando en ti, перевод на русский язык, означает «думаю о тебе» Два, два, три, четыре Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok